Ребяточка, всем привет! С вами Александр, Монстр Ледженд, и у нас не успел закончиться мифологический остров. Сразу же, сразу же начался новый футуристический остров. Да, вот такой вот современный, красивый у нас инопланетный прям какой-то город летающий. Сейчас мы разберемся, что да как мы здесь можем получить. Перед этим, коротко скажу, в мифологическом острове я таки получил Триполис. Триполис. Трилапса. Вот так, Трилапса. Наверное, от слова Трилобит. От древнего такого насекомого или ракообразного, в общем-то. В общем, я его получил, и это хорошая новость. Также у нас, блин, столько было всяких распродаж классных. Вот, смотрите, какая золотая распродажа. Симу, Рофла и Вольтика можно получить за 525. Вот вообще классно. Я очень хотел бы Вольтика, но, блин, я потратил все брюлики на мифологический остров, чтобы получить всех монстриков. Был еще, у нас же была совсем недавно распродажа, там был Таймерион. Короче, в общем-то, все я пропускаю, потому что нифига мне не хватает бриллиантиков. Но давайте заглянем в наш... на наш остров. И вот смотрите, кто у нас здесь есть. У нас здесь есть Спаркведж, потом у нас есть это Ворон. Так, Мечарасу. Потом у нас есть Наутилус-1, это Китик у нас такой. Потом есть Мастер Скилл, тоже довольно сильный электрический монстр. Потом есть Хаку у нас такой, руки-ножницы. Потом есть Доктор Хазард, часто мы его встречаем в подземельях. Потом у нас идет Мачамансер. Мачамансер какой-то медитирующий, четырехрукий робот, короче. И Октекс, да, новый наш легендарный монстр, который появился не так давно. И сразу вот есть проблема, ребятки. Пишите, кстати, есть ли у вас эта проблема. Вот видите, у нас есть такая колбочка, это называется Выращивай чудес. То есть нужно их просто скрестить и разместить в инкубатор. То есть это называется Выращивать. У нас на Монстр Вики, вот допустим, на первого нашего монстра, да, у нас написано, что мы можем сразу получить два таких очка. То есть два монстра подряд мы можем получить с шансом 75%. Ну, то есть практически каждый максимум за 4 хода мы должны получить два монстра. То есть максимум вырасти четырех монстров и мы должны получить две награды. А ничего не получается. Я уже сделал это раз 20. То есть вот смотрите, заходим, вот продаем, нажимаем продать. Это нам не нужно. Вот, опачки. Я сделал скрещивание, да. Ставим сразу на повтор. Заходим обратно. Выращивание чудес 0. Ну, может быть, 75% правда ведь, да. Ну, мы сейчас вот ждем буквально 17 секунд. Повторяем процедуру и ничего не происходит. Такие глюки бывают. Я переходил, заходил уже. Несколько раз пять, наверное. Я пытаюсь и уже, наверное, часов 3-4 вот так вот, заходя, выходя, получить это очко. Как бы и ничего не происходит. Вот все, что угодно. Мы делаем, ну, хоть помещай, хоть продавай их сразу. Ничего не происходит. Вот опять. Опа! Уже второй раз, да, при вас как бы. И выращивание чудес полный 0. В общем, какой-то полнейший бред и глюк. Здесь происходит непонятно, что происходит. Мне кажется, знаете, что есть зависимость от того, насколько ценный или дорогой монстр туда попадает. Это на всех подземельях такое часто. Оно совсем не совпадает с тем, что пишется на Монстр Вики. Там, 70%, 100%. Все время вот есть сложность именно с этим заданием. С выращиванием или со скрещиванием. То есть, пишите, как у вас. То есть, часто ли у вас, как говорится, попадает зарабатывать эти очки так, как пишет Монстр Вики, да, так часто. Или нет. Потому что у меня полный бред. Вот сколько при вас. Третий раз уже сделал сочетание. Четвертый. Ну, в общем, я уже десятка, наверное, на третьем десятке уже делаю этих Монстриков. Ну, я делаю, естественно, самых быстрых. Пандакен и Фаерзавр. Или Фаерзавр. Вот как бы. И он готовый за пару секунд, но нифига оно не получается. То есть, полный какой-то ахтун, ребята. Ну, в общем-то, ладно. Давайте переходим мы сейчас переходим на Монстр Вики. Вот так вот. В общем, у нас футуристический остров остров идет 12 часов, 12 дней, 24 часа, да. Ну, уже прошло 3 часа, как он начался. Он, по-моему, в 5 часов начался. В общем-то, ну, монстрики вот такие вот, как мы уже видели, да. Их всего лишь, ну, всего лишь, как обычно, 8 штук. 4 из них легендарных, 1 редкий и 3 эпичных. Так, крутим вниз. Что мы смотрим? В конце, кстати, я вам покажу еще одну классную стратегию. Итак, у нас спарквейдж, да. Нужно собирать золото, скрещивать монстров брит. Это скрещивание. Ну, пройти 3 задания на карте и выполнить 4 боя ПВП. Так, кормление появляется у нас на Мечорасу и высиживание. То есть, яйцо это у нас именно высиживание. Ну, дальше, в общем, ничего нового. Просто в разных комбинациях все получается. Так, так, так. Давайте смотрим, смотрим. Вот сколько нужно времени, чтобы получить наших монстров бесплатно. То есть, 15 часов на первого монстра, что, кстати, очень тоже плохо получается, да. В 5 часов началось наше событие. Через 7 часов наступает у нас 12 часов. Мы ложимся спать и просыпаемся, ну, не знаю, уже через 8. Короче, в общем-то, мы в любом случае просрачиваем. Ну, здесь все выполнить срок просто нереально практически, как обычно. Как обычно. Потом 1 день на 2, день 12. Ну, в общем-то, по графикам вы все видите, сколько нужно дней. Как обычно, нам не хватает дней, чтобы получить от 7 и 8. Как видите, здесь 3 дня 8 часов, здесь 4 дня 12 часов. То есть, 8 дней нужно уйти только, чтобы получить этих монстров, если выполнять все по порядку. Но, есть одно но. Я сейчас вам расскажу, как получить это все дело быстро достаточно. Точнее, гарантированно можно получить всех этих монстров, потратив определенное количество кристаллов. Довольно небольшое. Если оно у вас есть, конечно, сначала. Оно нужно вам прямо вот сейчас, с самого начала. Так, для этого нам нужно разобраться кое в чем. Вот как вы видите. То есть, график у нас начинается вот здесь. Сколько стоит монстр? Будем разбирать на фоне первого нашего монстра, да? Спарквиджа. 152 кристалла нам нужно заплатить, если вот мы сразу зашли и ничего не делаем, хотим получить этого монстра. Мы можем его купить за 152 кристалла. И за 178 в случае с Мичарасу. Что же такое 0 часов? То есть, как бы времени не прошло, по идее, да, 0 часов. Но мы можем его купить за 57 кристаллов. То есть, что такое 0 часов? Давайте я вам расскажу. В общем, 0 часов считается как? Когда у нас начинается новый монстр, да, либо вот начался только остров, либо мы одного монстра получили и появился наш второй монстр, да, у нас это считается началом, так сказать. И когда у нас началось начало, вот есть таблички такие по каждому монстру. И вот в случае с нашим Спарквиджем, да, если не ошибаюсь, так его зовут, что мы сможем сразу выполнить? То есть, что мы можем выполнить в 0 часов? В 0 часов мы можем сразу собрать 8 летающих тарелок за собирание монет. То есть, это мы можем сразу выполнить. Мы можем сразу вырастить, скрестить монстров в нужном количестве и получить 2 колбочки. То есть, сразу нам дается возможность получить 2. То есть, у нас пул 2. А потом нужно будет ждать 8 часов. Также мы можем сразу получить... Ну, не сразу. То есть, тут мы можем... Сразу мы можем выполнить... Сразу мы можем выполнить одну битву. И потом придется ждать 2 часа. И... И сразу мы можем выполнить, ну, там, 3 или 4 PvP. Сколько? У меня открыто 3. 3. 3 можем сразу выполнить PvP. То есть, вот выполнив то, что мы можем сделать сразу, то есть, 8... 2... 1... Здесь мы можем сразу выполнить. И здесь сразу выполнить 3. То есть, вот эти вот задания выполнить мы можем в 0 часов. Возвращаемся обратно. И вот теперь мы знаем, что такое 0 часов. То есть, это выполнить все задания, которые нам доступны сразу. Для первого монстра, вот, 0 часов. Для второго монстра, для третьего и так далее, в общем-то. Выполнив первую часть задания, мы сразу удешевляем монстров в 2 раза, как мы здесь видим практически. Первый монстр, так точно, идут в 2 раза. И вот в чем заключается эта стратегия. Идем вниз. Идем вниз. Вот здесь такой вот... У нас есть даже пару предложений, как это все сделать. Чтобы получить Октекса, это наш последний монстр, номер 8, за 389 кристаллов. 389 кристаллов, ребятки, мы можем получить всех монстров за 389 кристаллов. Для этого нам что нужно сделать? Нам нужно потратить 57 кристаллов, чтобы получить Спарквейджа. Вот, 0 часов. То есть, что я вам говорил. Нужно выполнить все задания сразу же, которые мы можем выполнить. И купить его за 57 кристаллов. Вот, проверяем. На 0 часов он будет стоить 57 кристаллов. Так, потом покупаем за 87 Меча Рассу. Выполнив все задания, которые можем. За 130 на Утилуса. 88 за Мастера Скилла. 27 за Доктора Хазарда. То есть, и мы получили первых 6 наших монстров за кристаллы. То есть, за кристаллы, за 389 кристаллов. Это мы потратили на первых 6 монстров. И у нас остается, получается, сколько мы считали? Почти 8 часов, 8 дней. То есть, 7 дней и 20 часов нам остается, чтобы выполнить всех наших монстриков. А у нас сколько в турнире здесь дается? А в турнире нам дается 12, почти 13 дней. То есть, у нас остается в запасе еще прилично времени. Ну, здесь человек пишет, остается 17 часов буфер. Но, получается, остается больше, чем 17 часов, как по моим подсчетам. Ну, 17 часов это... Тут кто-то его поправляет, что 17 часов остается, если мы выполняли что-то там неудачно. Так, смотрим. Меча Рассу 49. Использует 22 кристаллика, чтобы получить мастер скилл. Мастер скилл после 2 дней и 8 часов нам предлагают. 27 кристаллов доктора Хазарда после 2 дней и 15 часов. И у нас остается 2 часа буферная зона. То есть, выполнив это задание вот таким образом, мы постаратим намного меньше кристаллов. И у нас останется довольно тоже много времени. В общем-то, ребятки, видите, как видите, варианты есть. И все это дело можно получить. Но, опять же, нужно иметь просто кристаллы сходу. У меня кристаллов нет, всего лишь 7 штук осталось. И потому мне придется идти обычно нашим стандартным путем. Если, как говорится, я разживусь где-то кристаллами, то, опять же, смогу получить 7-го. Ну, на этом острове вряд ли, потому что кристаллов уже совсем у меня нет. И потому, скорее всего, будет у меня всего лишь их 6. Ну, в общем-то, это тоже неплохо, ребятки. Надеюсь, информация была вам полезна и вы сможете получить все 8 монстров. Всем спасибо, ребятки. До новых встреч.